Дорогие друзья, добрый день! Я рада вас видеть в нашем открытом лектории. И сегодня мы открываем цикл, который у нас будет так или иначе проведен через весь учебный год, через 2019-2020. Этот цикл называется «Грани театрального». И в этом году мы попытаемся сосредоточиться не только на каких-то отдельных персоналиях, но и обсудить какие-то отдельные важные актуальные феномены, проблемы, которые существуют в российском театре, но и вообще, наверное, в мировом. И мне показалось важным открыть этот цикл темой экспериментального театра в России. Во-первых, потому что мне кажется, что это та территория, которая особенно должна быть интересна студентам. Мы находимся все-таки в пространстве университета. Мне кажется, что это должно быть гораздо интереснее тем, кто только начинает делать искусство, ровно потому что это место какого-то бурления идей, место очень важной, интересной альтернативы. И это место, за которым будущее. Потому что гнаться за какими-то немножко, может быть, даже уже не хочу никого оскорбить пыльными именами, пыльными театрами, мне кажется немножко странным. Но параллельно с этим, для того, чтобы именно этот цикл открылся такой темой, был информационный повод. Это открытие союза независимых театров. И мне показалось, что это важное событие, которое, наверное, в какой-то момент станет такой какой-то точкой отчета для истории вообще театра нашего. И поэтому я представлю сейчас гостей, которые к нам пришли. Мы поговорим, наверное, об этом союзе, потому что все участники сегодняшней дискуссии, они так или иначе связаны с этим союзом. Вернее, не так или иначе, а все просто связаны. В гостях у нас сегодня Виталий Таныгин, актер и режиссер, один из создателей театра «Александра Валенсия», Ольга Коршакова, продюсер «Ликвид театра», и Всеволод Лисовский, один из вообще идеологов, во-первых, самого союза, я так понимаю, один из центральных, вообще один из лидеров независимого экспериментального театра в России и режиссер театра «Трансформатор ДОК». ЦТИ «Трансформатор», я так и называю его, хотя понимаю, что да, я видела, как это правильно пишется, по инерции я произношу немножко не так. Я очень благодарна, что вы пришли сегодня к нам, и я вот действительно хочу первый вопрос задать всем, как вы оцениваете вот это событие, да, открытие союза независимых театров, считаете ли вы, что это какое-то назревшее событие? Почему я спрашиваю у вас, все вы так или иначе уже довольно давно все-таки на независимой сцене, понятно, что, да, вот «Ликвид театр» вообще уже лет 15, да, «Александра Валенсия» немножко помоложе, все вы тоже очень давно уже на, да, независимой сцене, но так или иначе вы уже наблюдали за тем, что происходило на независимой территории. Что изменилось, почему вдруг именно сейчас назрела эта необходимость и смогла совершиться? Как вы к этому пришли, вот что вы можете рассказать об этом? Кто готов начать? Микрофон у всех есть, сбоку они лежат на стуле. Раз, раз. Ну, я думаю, что это могло случиться и сейчас, и вчера, и главное, что должен появиться человек, который говорит, ребята, пора. И вот в данном случае этим человеком был Сева, и все к нему присоединились. Мне кажется, что это было вот так, потому что все негосударственные театры, я не уверена, что здесь каждый раз будет уместно слово «эксперимент», потому что тут тоже нужно договариваться, что мы имеем в виду, и я не уверена, что каждый из театров, которые входят в союз независимых театров, сам себя считает экспериментальным. Но так или иначе, те театры, которые привыкли существовать самостоятельно и как-то умеют это делать, понимают при этом, что объединение, если оно случается и получается, оно в чем-то может быть очень полезным. И посмотрим, что из этого выйдет. В общем-то, мы решили вступить в союз независимых театров, потому что мы являемся действительно независимым театром, ну просто по факту мы ни от кого не зависим. Потом у всех, я так полагаю, участвующих в союзе независимых театров есть, собственно, какие-то свои наработки, свои зрители, в принципе, каждый мог бы существовать отдельно, но каждый из нас подумал, может быть, мы можем из этого что-то извлечь полезное. И, ну, я не знаю, как каждый, но вот мы подумали, что это может быть полезно как минимум тем, что мы многих людей из этого союза вот банально не знаем. И просто познакомиться друг с другом, какой-то обмен энергии будет происходить. То есть вот в этом смысле это, конечно, полезно и вот, здорово. Я хочу уточнить, что, собственно говоря, инфор-повод 6 дней назад произошло не создание союза, процесс создания союза идёт. Произошло открытие площадки. Площадка соотносится с союзом как шоу-рум, собственно, со союза. В принципе, это такой опытный полигон, где мы будем отрабатывать опыты совместной работы и общей коммуникации. И такая картинка с выставки, чтобы было понятно. И вообще, если бы мы начали союз как исключительно бюрократическую организацию создавать, то, боюсь, это занятие нам бы быстро прискучило. Но вообще, в принципе, союз – это именно, в первую очередь, бюрократическая лоббистская организация. Вот, по идее, она должна стать, которая будет лоббировать независимый экспериментальный театр. Вот, это не очень удачное словосочетание. Словосочетание, видимо, нужно подбирать более ёмкое и универсальное, потому что и произносить это не очень удобно. Но как отдельную сферу деятельности. Что вот есть театр, а вот независимый театр – это не то. Театр – это тем, чем занимается господин Медведин, в Министерстве культуры занимается. А вот это другая сфера деятельности. Это организационно, экономически, эстетически, по целеполаганию. Вообще другая сфера деятельности. Вот, собственно говоря, амбиция наша простирается так. Мы не просто объединение чуваков, которых не берут ставить в тюзы наши необъятные родины. Мы люди, которые, в принципе, не то что не в состоянии поставить, но вообще это не наша сфера деятельности – ставить спектакли в тюзи. Вот, мы другим занимаемся. То есть, в общем-то, я понимаю, что на уровне слова… Вот слова – это вообще опасная вещь. Слова разъединяют, как и картинки. Вот у меня большое раздражение. Вот всегда самый неудачный момент – возникает дискуссия о логотипе. Вот, вот когда… Вот, вот у меня уже идея синхрония – это слово, дизайн и логотип. Вот, вот когда нужно мир и согласие о врядах, какой-то очень критический момент, и тут кто-то начинает дискуссию о логотипе, и все понеслось. Вот тут слова, логотипы – это все… А, простите, тут же школа дизайна. Простите, я в доме повешенного веревки. Вот, вот, ну вот, вот это… Ну, короче говоря, понятно, что полгода назад думать, что вот мы с Олей там или Виталиком вот, вот будем объединены в рамках какой-то организации, мне бы показалась эта идея очень странной. А сейчас, в общем, получается, что так и надо. Вы говорите о том, что вы другие и отличаетесь от ТЮЗов, да, эстетические, идеологические, а не только тем, что вам не дают площадку. И, может быть, вы сможете сформулировать, что это за эстетические отличия и другие, идеологические? Тут есть определенная этическая сложность. Вот, вот, я могу говорить за себя. Вот, вот, никаких программных документов Союза с эстетической программой не было принято, и, боюсь, их и не будет принято. Вот, и поэтому, вот, я буду говорить про свое видение различия, вот, которое, допустим, Оле или Виталика может быть свое. Ну, главное тут не формулировки, опять же, про слова, а про ощущение инаковости. Вот, вот это, вот, вот слова, это вещь разъединяющая. Поэтому я сейчас буду говорить про свое, которое, с чем, да, Оля или Виталика не будет. Вот, вот, то, что мы неуклюже называем независимым театром, отличается от театра как такового уровнем амбиций. Театр как таковой, вот, преследует ряд целей. Красиво рассказать историю, вот, воспитать, вот, ну, да, ну, собственно, эстетическое и дидактическое. А в моем, вот, вот, независимый театр в моем понимании, вот, ужасное словосочетание, вот, пять раз произнес, уже тошнить хочется, блевануть хочется от этого словосочетания. Вот, оно действительно ужасное, это у него амбиции больше. А независимый театр в моем понимании, это тот, который работает с событием, вот, который формирует события, вот, то есть мы не рисуем картинки на сцене, вот, мы, вот есть тело, такое тело событий, вот, вот, жизнь, она состоит из каких-то событий, событий, вот, это последовательность событий. Вот мы, вот, вот, задача работать вот с этим веществом, с веществом событий, вот, то есть писать реально в истории, не потому что, вот, там, какие-то истории, те напишут о нас в книжках, а потому что наша деятельность будет порождать какие-то другие события, которые будут порождать другие события, и, вот, управление вот этими всеми последствиями, это, собственно, задача. И театр, как театр, он всегда, обычный театр, он всегда театр. Он может быть театром таким, вот, пришло время, он стал театром сяким. А вот мое представление театрального коллектива, вот, со временем вот этого независимого театрального коллектива, то есть вот он трансформируется, вот сейчас это театр, потом задача поменяется, это становится исследовательским центром, а потом, глядишь, и партизанским отрядом. Вот, то есть вот такая универсальность, вот, готовность работать с веществом жизни, они очень просто. Театр занимается искусством, а независимый театр искусством не занимается, он занимается действительностью, вот, и делает с ней что хочет. Виталий, у вас такое же представление? Ну, честно говоря, не совсем. Но это-то интересно. Да, нет, ну, я просто, мне сложно рассуждать, как происходит в государственных театрах, я могу только извне, да, как бы вот снаружи наблюдать за тем, что происходит. Какие-то театры мне нравятся, что там происходит, какие-то, нет, большинство, конечно, мне не нравится. И, то есть у меня нету вот такого плохого отношения, скажем, ну, не знаю, может, я неправильно понял. Вот к слову искусство, мне, например, нравится слово искусство, мне нравится думать о том, что я им занимаюсь. Чем отличается для нас независимое наше движение от государственных вот этих вот театральных театров? Мне кажется, вот, во-первых, что мне нравится, вот там матюкаться можно. Я, честно, очень сильно люблю матюкаться, это как бы вот с детства пошло, как я на последних партах сзади сидел, рисовал на парте всякие матные слова и уродцев. Так, мне кажется, вот я пришел во взрослую жизнь и продолжаю это делать, но только в театре. И мне это нравится. И я не уверен, что в каждом государственном театре это можно делать. То есть какое-то чистое, открытое, только мною, ничемое, какое-то самовыражение. Есть ощущение, что в государственном театре этого нет. Хотя, наверное, если ты, ну, там, суперкрутой какой-нибудь, там, Вася Пупкин, и тебе разрешают делать все, ну, это круто. Я бы хотел, в принципе, быть таким крутым Васей Пупкиным, который вообще делает хоть в государственном, хоть не в государственном театре. Ну, что хочет вообще, просто вот что хочет, то и делает. Это ороничивается только вот его какими-то личными желаниями. Вот, а насчет амбиций, я согласен. То, что, ну, пожалуй, наверное, у независимого движения амбиций не занимать. То есть вот это как бы такая огромная сила, которая движет нас вперед. Не знаю, как у всех, но вот слово амбиции в меня попало. Вот так. А я очень люблю театр как театр. И в этом театре множество людей, фигур, явлений, без которых я не была бы собой. И мне нравится думать про то, что мы часть театрального процесса, так же, как часть жизни, так же, как часть, наверное, искусства тоже. И я в этом смысле, я понимаю, что мы, наша независимость в том, что если мы решили сделать, мы делаем. И это не зависит от того, есть финансирование, нет финансирования, есть какие-то обстоятельства. То есть мы привыкли создавать то, что тебе нужно для того, чтобы сделать спектакль самостоятельно. В этом смысле жизнь независимого театра отличается. Каждый человек отвечает за себя и отвечает за команду. Каждый человек, как правило, владеет несколькими профессиями и выполняет множество функций. В этом смысле, мне кажется, независимый театр очень близок к уличному театру. И это очень полезно в том смысле, что ты не актер, у которого есть костюмеры, гримеры, тра-та-та-та-та-та. Хотя это тоже приятно, когда есть многие люди, которые тебе помогают. А ты должен это все уметь сделать сам. А если ты актер, мальчик, то ты еще потом разберешь сцену и погрузишь это в машину, если в этом есть необходимость. И режиссер, мальчик. И в этом есть, конечно, и плюсы, и минусы. Но вот это ощущение, что ты никого не ждешь, что команда отвечает за все. И ты, конечно, заранее как-то ответственность распределяется. И есть зонирование, и есть тот, кто профессионально сильнее в том или в другом качестве. Но это совершенно иной подход и к жизни, и к делу. Вот я думаю, что это такое. А с эстетической точки зрения, я думаю, что мы все очень сильно друг от друга отличаемся внутри этого пресловутого независимого театра, что мы все очень разные. Сейчас уж вы начали говорить о том, как устроен этот процесс изнутри, и что у него есть своя специфика. А не могли бы вы все рассказать какие-нибудь интересные истории, связанные именно с созданием как раз ваших работ изнутри? Может быть, действительно есть какая-то фишка, как вы работаете между собой? Потому что, во-первых, внутри своих коллективов. То есть, во-первых, интересно поговорить, есть ли у вас очень сейчас такая важная интенция у многих театров стать горизонтальными внутри, где нет фигуры, например, режиссера, который стоит над всем, где все равноправные участники процесса. Если у вас такая интенция внутри ваших коллективов, может быть, вы вообще об этом не мыслите в этой парадигме, ужасное слово. И вот как внутри, как у вас происходит процесс от идеи до непосредственно создания спектакля? Не с финансовой точки зрения, а именно с точки зрения того, как он создается. Виталий, может быть, с вас начнем. В нашем театре такая смешанная система существования. То есть, мы как бы и с одной стороны такой тоталитарный театр, в котором как бы главенствует мнение все-таки художественного руководителя и режиссера, если непосредственно кто-то работает над постановкой. Но при этом как бы все равно получается как-то демократично, в том смысле, что типа, нет, ребят, давайте вот я как бы вот так сказал, давайте делать так. А мне потом сказали, слушай, ну ты как бы вот фигню какую-то сказал. Я такой, ну как бы да, я фигню сказал, давайте сделаем по-другому. Ну, не знаю, то есть, просто такая как бы мягкотелая диктатура такая, я бы сказал. Но вообще у нас в театре просто много режиссеров. Я могу сказать за себя в частности, что так как мы на данном этапе не платим вообще никому там, ни актерам, ни режиссерам, ни сценографам, никому, мы просто не находимся в такой ситуации, в которой мы можем как бы вот так жестко диктовать. Тогда появляются вопросы типа, а если бы у нас вот была такая возможность, захотели бы мы так жестко диктовать? Ну вот в какие-то моменты, да, хочется настоять на своей там точке зрения, но зачастую это получается сделать просто какими-то вот, ну просто убеждениями что ли, а не просто сказать, что слушай, я тебя там зарплаты лишу. А вообще если бы у вас были деньги, у вас поменялась бы концепция спектакля и того, как они выглядят? Ну у нас, честно говоря, есть деньги, у нас очень много... и многих, да, смежных землевладений. Если бы у нас появились большие деньги, как у Большого театра, у нас, наверное, вот, и может быть, да, пышнее, вот, и еще зарплату платили бы, конечно, актером, вот. И техникой. И техникой, да, и уборщицей тоже. Все, распределили бюджет, не существует. Я не могу придумать, но, может быть, к концу вечера что-то всплывет. Ну, тут, конечно, зависит от режиссера, потому что в Большого театра тоже несколько режиссеров, но, например, расскажу про Андрея Смирнова. Всегда это со-творчество. Не бывает такого, что пришел режиссер, и у него есть раскадровка спектакля, и дальше все по клеточкам идут, тихонечко, по шажочкам, по сценарию. Нет, есть идеи, есть какие-то ключевые точки, или есть музыка, или понимание, в какую сторону это должно двигаться. Иногда это может быть обстоятельства, связанные с пространством, потому что Ликвид Театр — это театр, который начинался как сайт-специфик театр, то есть театр, вырастающий из пространства. И тогда есть вот эти обстоятельства сочинения спектакля, когда важен каждый элемент архитектуры, окно, тельфер, уже какая-то индустриальная часть, которая есть внутри этого помещения, когда это все обыгрывается и берется в работу. Но в целом, если приходит режиссер со своими идеями, и продюсер со своими ограничениями, и есть еще, например, фестиваль заказчик, у которого тоже есть какие-то пожелания по тематике, например, такое тоже может быть, дальше собирается команда, и начинается накидывание идей. Да, режиссер ведет этот процесс, он выполняет роль художественного отборщика, и он принимает финальные решения, что идет в работу, что не идет в работу. Есть художник, у которого тоже много власти внутри спектакля, но в целом это свобода творчества, свобода предлагать, свобода пробовать, свобода на чем-то настаивать, и я думаю, что это главное, что у нас есть в нашем независимом театре. Вот, что-то хоть микрофон мне дать. Ну, что? Я, конечно, всячески за горизонтальность, вот, это, конечно, замечательно, не всегда есть на это время и силы, поэтому по старинке, вот, ну, это в любом случае движение. Борешь артистов? А, вот, вот, хорошая история. Мне звонят из московского метрополитена, говорят, давайте, мы хотим, чтобы вы сделали спектакль в МЦК. Я говорю, о, спектакль в поезде МЦК, вот, очень хорошо, вот, нам говорили, что вы и так в нашем метро что-то любите играть, но без нашего ведома. Ну, ладно, теперь с вашим ведома. Я прихожу к ним, и они говорят, да, вот, вот мы хотим, там, в контексте чего-то, я не помню, чего, вот, вот, а что, вот, дадим вам поезд МЦК, и сделайте, вот, вот, пока он круг описывает, полтора часа, вот, ну, хорошо говорю, ну, вот эта площадка метров 150, получается, вот, вот, чтобы там единовременно происходило, это давайте считать. Нет, ну, знаете, у нас денег нет, потому что мы государственное предприятие, мы можем с вами бартером, рекламой в метро расплатиться. Я представил, что я буду рекламировать деву в московском метро, вот, ну, я говорю, ну, ладно, ну, артистам-то я что-то платить должен, а у вас они разве не свои? Вот, да, ну, вот, артисты, а? Не ручные, не ручные. Я говорю, нет, они не анимеи, но не крепостные. У меня нет крепостного театра. Хотя, в общем-то, да, а вот, вот, как раз, вот, по самоидентификации, вот, я не чувствую себя каким-то деятелем культуры, который служит в театре, вот, вот, вот я чувствую себя каким-то придурочным курфюстом, вот, который завел себе театр, вот, и денег у него нет, и вот что с этим театром делать, вот, вот, собственно говоря, вот, собственно, придаю и развлечения. Вот. Нет у меня ощущения, что я каким-то там музом служу. Вот, вот, мне кажется, что я просто бесы тешу, вот, своего. вот при том что это действительно является и совершенно не источником дохода из источников одного расхода вот завтра к ростовщикам собственно идти вот в общем радости масса вот а так вот я в трансформаторе с другой стороны конечно я горжусь что вот это вещи начиналась как абсурдно моно история вот собственно приложение к моему эго а вот сейчас вот благодаря тому что заработала наша замечательная школа эстетического экстремизма вот она выпускает замечательных режиссеров и вот из до конца календарного года у трансформатора 7 премьер и из них моих только три вот вот это я считаю своим реальным достижением вот это для из горизонтальности и то есть у нас спектакль без режиссера вот вот полтора года вот пытались актеры научиться без режиссера существовать вот но общем процесс не закончен вот собственно продолжается вот уже на сцене понятно а как раз может быть стоит спросить про категорию любительства и профессионализма в независимых театрах насколько для вас как для создателей именно да вот такой все таки альтернативные какой-то до театральной деятельности важен важен какой некоторая категория профессионализма и что если она важна что вы в нее вкладываете что что вы ждете грубо говоря для своего театра от актера от художника если он вам нужен да и может быть да еще от людей которые задействованы в театральном процессе или вообще это некоторая абстрактная уже дать сейчас какая-то категория все слова это они абсолютно абстрактны вот вот про слова театр я недавно сделал открытие что окажется слова театр и слова фигня скажем вот это абсолютные синонимы потому что и тем и другим можно описать абсолютно любой любой феномен вот так же и профессионализм профессионализма это некое качество владения или не владения которым определяет некое профессиональное сообщество но нас а на самом деле воду даже внутри скажем так театрального дискурса вот можно найти 20 сообществ которые назовут профессиональным и непрофессиональным диаметрально противоположные вещи то есть в принципе из соображений манипуляции да вот ну то есть вот я безусловно любитель у меня нет профессионального образования вот вообще я и театр спектакли смотрел считанное число за всю свою жизнь а как вас вообще-то занесло в театр совершенно случайно вот как-то вот вот в какой-то момент обнаружил почему-то я занимаюсь театром вот хотя совершенно никогда этим не собирался вот да это ну вообще конечно логика и здравый смысл подсказывает что вот это должно произойти а вот я на этом сам на этой площадке обанкрочусь вот и скрываясь от кредиторов вот как раз из театра уведу вот ну да то есть что такое профессионализм но опять же нет ну то то есть нужно нужны какие-то там профессиональные регалии премии и все прочее это позволяет ли дети мировая ли дети мировой вот но с другой стороны ты видеть и миру и же и понимаешь что это редитимация тебе в общем-то нафиг не нужно вот у меня это тоже мечта что не сам есть театр вышла чтобы меня выгнали вот это я в ноябре выпущу спектакль вот выпускаешь спектакль кто-то говорит о это не театр кто-то будет они этот театр это вот такой театр вот так чтобы все сказали вот вот это уже нихрена не театр вот а вот вообще у все это вопрос ко всем у кого у вас есть представление что может быть не театром то есть если сейчас границы которые все через который театр все-таки сама определяется вот вот я как раз вот вот и как раз и провожу исследование вот если я сделаю вот что-то такое что все скажут что это не театр то во-первых тут будет научное достижение чтобы мы в этот момент определим что граница театра пролегает здесь а я собственно продал был продолжим заниматься чем 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 буду называть это не театр какая-то фигня скажу вот с тем же самым успехом вот и буду легитимизироваться в рамках какой-то фигни очень обнадеживающе ольга 1 какой вопрос отвечать на 1 на 2 сразу ну во-первых про театр не театр мне кажется это очень индивидуально ну как каждый сам для себя решает потому что с одной стороны есть тенденция мне кажется от школы театрального лидера в москве такие тянутся веточки в разные стороны про то что театром может быть разные и baby театр и в какие не знаю и зубы и baby the porno например да но но этот не про штейлы но в общем что понятие театр включает себя все что театр как дом должен работать 24 часа в сутки там должно там должны происходить социальные программы такие сякие другие я не всегда чувствую что то что вот это могло бы вмещать что это называется театром ну то есть например то что делает прекрасный продюсер феди и люте мне не кажется театром это какие-то классные аттракционы я не имею ввиду франшизы ременью протокол к которым у него есть еще с другими театрами смайл там кандидаты еще что-то еще что-то то есть мне кажется что это какое-то взаимодействие с публикой классно организованное которое подпадает под какие-то другие сегменты что это не тот театр о котором который я который всплывает моей голове когда я произношу это слово нет нет это как конкретный кейс я бы с я бы там придумала для этого какое-то отдельное слово поэтому тут все довольно зыбко а что касается да что касается профессионального непрофессионального я стала прямо перебирать всех участников ликвид театра и наверное среди нас мало профессионалов ну то есть я например театровед но я занимаюсь театральным менеджментом там 15 16 17 ну очень много лет и есть такой замечательный мастер владимир федорович филонов в челябинске и и за из его студии манекен выросло несколько участников ликвид театра и они как раз занимаются там я бы сказала не профессиональным театром то есть там очень много актеров-любителей но во первых они действительно на этой почве как бы вырастают в очень больших художников и он считает что через пять лет постоянного занятия театром непрофессиональный человек превращается в не профессионал из непрофессионалов профессионалов и я склонна с ним согласиться мне кажется что часто практика она перевешивает теорию и там не всякое высшее учебное заведение действительно дает то что необходимо артисту сегодня в общем все очень очень зыбко когда я сказала про ликвид театр как сообщество непрофессионалов я имела ввиду что упоминаемый уже мной режиссер андрей смирнов у него актерское образование хотя сейчас если бы ликвид театр был профессиональным театром наверное андрей бы там назвали главным режиссером для художественным руководителем те кто занимается движением но на момент создания театра вообще было не очень понятно где контемпорире дэнс в россии учиться это только какое-то количество набранных мастер-классов то есть какого-то высшего образования не было это какой-то после балетных школ ну и я к тому что художник профессиональный с двумя образованиями артистическими но ты уже забываешь об этом потому что люди работают с таким качеством что это не имеет никакого значения и работает уже столько лет что ты тоже полностью в них уверен и тебе никогда в жизни не придет в голову попросить корочку или спросить ты у тебя есть это или нет за человека говорят его дела его музыка его сыгранная работа и придуманные спектакли спасибо виталий расскажите во первых вот почему как вы как вы начали заниматься театром могло ли вам как каким-то образом ваше образование актерское да и так понимаю и и ну и вот про про то как вы для себя определяете театр сам да вот вопрос профессиональный непрофессиональный и вопрос театр не театр мне вот кажется что это у нас как один из инструментов с которым мы работаем то есть грубо говоря вот то что я сам решил то что это театр значит это театр потом следующий шаг кому я буду показывать ну то есть те люди которые это будут смотреть они вот по моему такому предположению они как думают что это театр или нет то есть я сделал что-то что назвал театром но при этом как бы я понимаю то что тот кто это будет смотреть он это театром не будет считать либо может вдруг внезапно я его смогу переубедить и он начнет это считать театром то есть это как такая игра со зрителем вот я значит назвал спектаклем то что я вот сейчас там разолью бутылку воды и как бы вот я ее разлил и тут следующий вопрос к зрителям да кто-то это воспринял ну то есть он включился в мою игру и назвал это да это действительно спектакль кто-то сказал что ну нет это какая-то ерунда это не спектакль и то есть вот с этим можно играть да ну это вот такой первый пример разбутылка вообще у нас вот скажем есть спектакль закрытие где мы собираемся со зрителями возле метро театральное и в час ночи смотрим как закрывают метро но находясь на улице то есть тем самым как бы зрители остаются либо на ночь на улице либо ну вот мы как предупреждаем вы должны продумать свой путь до дома самостоятельно и рекомендуем не брать с собой денег на такси вот ну понятно что это как-то кому-то заходит кому-то не заходит нет на самом деле почему-то вот как-то так получается что пока те кто были вот они такие да блин это оказывается театр вот то есть я думаю что вот эти понятия это ресурсы с помощью которых можно играть с публикой профессионал не профессионал то есть да то разница между театром и перформансом или вы не разграничаете эти понятия нет но я таки в других языках то все таки разграничить нет просто интересно как раз понять где пролегают эти границы кажется нет мы пытались вода внутри нашего театра пытались изучить что такое перформанс и чем он отличается от спектакля у нас вот был фестиваль радикального перформанса смерть россии дважды у нас проходил в этом году еще не было но может быть еще будет где мы вот прямо целенаправленно изучали что такое перформанс и пытались сами как-то это делать честно сказать я окончательных каких-то выводов не формулировал если сейчас двух словах попробовать их сформулировать ну наверное это какая-то история которая ну это тоже как бы может относиться к спектаклю но она как бы радикально там ну вот как бы разница какими-то ну там не знаю фокусами там ну и тому подобное там или трюками или словесными или физическими или сценографии ну как вот в общем театре обман а перформанс это как бы правда такая типа ну вот мне докажите если делать про то как вы пришли в театр вообще я закончил актерское образование пять лет отучился университете культуры ну то есть я по диплому актер но мне как бы честно не нравилось то что делают наши режиссеры я всегда типа ну тоже что-то там пробовал делать сделал два спектакля в рамках обучения потом когда как-то вот случилось так что я съездил на авиационский фестиваль увидел что блин сколько всего и вообще насколько разный бывает театр у меня как-то такое вдохновение открытие внутреннее произошло что мне захотелось отречься вообще от ну не то что отречься как бы пойти дальше то есть вот скажем да есть такой путь когда там заканчивают институты продолжают играть институтские спектакли у нас внутренняя какая-то была в этом потребности даже может быть один или два раза мы это сделали но потом мы вот со вторым художественным руководителем петром вяткиным как-то сели за стол после какого-то из этих вот спектаклей сыгранных уже в пост институтском времени сели так за стол подумали слушай давай мутить что-то новое как бы и ну решили да давай и как бы все и вот эти спектакли они остались в прошлом мы ну и мы как бы вот из-под крыла педагога вылетев понимаем то что блин все равно педагог мы что-то там перед ним боялись сказать сделать а тут мы как бы вот язык как бы у нас прорезался мы понимаем то что блин можно и это и это и нас никто за это ругать не будет ну типа по крайней мере тот кто чье мнение для нас важно да мы просто педагога не приглашаем на наши спектакли мы как бы боимся а так ну вот да выпустились и потом в какой-то момент мы дать что-то делали копошились что-то пробовали и какой-то момент нам вот почему-то это стало толчком к открытию театра есть такой кинотеатр круговая кинопанорама на в днх и там как-то так получилось в общем там пете позвонили сказали вот слушай ну вы театр а мы кинотеатр у нас только три дня в неделю заняты остальные четыре ваши и мы как бы заполонили этот кинотеатр насколько нам это позволили сделать целый год мы там что-то делали там что-то репетировали там выпустили два каких-то спектакля и потом нас оттуда прогнали но мы поняли то что как бы то что мы делаем круто нам это нравится и мы стали вот уже как бы наращивать какое-то мясо вокруг себя каких-то людей идейных тоже актеров там других режиссеров каких-то сценографов там композиторов ну то есть вот обрастать какими-то новыми незнакомыми людьми то есть то что сейчас входит состав театра александра валенсию это не какая-то курсовая история там я даже не знаю там кто-нибудь остался у нас курс она может человека два или один ну помимо нас с петром вот так вот у нас все произошло сейчас я хочу спросить про вашего зрителя представляете ли вы его как-то вот просто все волатвы я прочитала в журнале театр вашу цитату про то что вы ориентируетесь не на четыре процента театралов а на 96 процентов остальных людей вот мне кажется это интересно немножко даже парадоксальный момент даже если говорить не об экспериментальном театре о независимом театре да потому что независимые театры обычно но по крайней мере да вот в такой как бы центральный и американской куда для независимым театр и культуре это как раз все-таки некоторое параллельное пространство куда приходит как раз не 96 процентов 96 процентов идут на бродвей да да а вот эти четыре процента которые хотят и готовы к новой форме да каким-то новым смыслом они как раз приходят независимый театр что это за 96 процентов людей которых вы хотите пригласить вот вы немножко наверное цитата не очень вот я не рассчитываю что все 96 процентов я вот вот какие-то ноль 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 процента процента будут они из четырех процентов а из этих 96 почему так покинули 4 процента но это статистика это же официальная статистика что в театр регулярно посещает 4 процента населения страны мы вы их исключаете потому что собственно говоря театральный опыт для моего зрителя не важен вот вот я в принципе своего зрителя визуально представляю вот я его на улице встречаю вот вижу вот это мой зритель вот только как бы как бы вы еще ко мне в театр затащить это уже другая проблема маркетинга я их называю япи с потерянными глазами то есть вот то есть у людей нету каких-то острых и острых материальных проблем а вот вот с целеполаганиями полная беда вот и они такие слегка дезориентированные вот ощущение что их чем-то прихлопнули мешком вот 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 когда человека прихлопнули мешком значит а вот волком в трансформатор а что же там такое в трансформаторе вы можете сделать мы же ни в кое вот мы же собственно сами мы же ответов не даем мы мы сами живем в одних вопросов собственно говоря вот этот опыт мы не показываем вот прихлопнули мешком идея туда вот а мы просто говорим вот нормально мешком прихлопнули все с тобой чувак нормально вот приучайся жить в таком состоянии это все очень даже правильно вот 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 это наша миссия вот наша а наоборот убрать научите без смыслов вот вообще или смысла стису так ситуативно но то есть не замещать и вот какими-то большими нарративами вот вот выбили у человека на ради большой нарратив из головы и мы в него не вставляем мы говорим вот пускай на месте нарратива у тебя будет пустота вот эта пустота лучше любого нарратива ольга в ликвид театр также нет не знаю но кто ваш зритель или или вы вообще не думать о зрителя а нет конечно мы думаем о конечно мы думаем о зрителей и когда мы сделали первый спектакль ликвидация то как раз нам очень часто приходили люди которые признавались том что они в театр не ходят или не любят или им там не комфортно вот вся эта конвенциональность которая в обычном театре обычно смущает но сейчас мне кажется что публика смешанная и есть более радикальные зрители и и зрители которые легко воспринимает традиционное искусство и есть те кто чаще ходят на концерты чем в театр она очень разная я не могу нарисовать портрет зрителей я точно не узнаю его на улице мне кажется что это может быть любой человек то есть я у нас нету целевой аудитории на которую мы рассчитываем но мы можем обсуждать кому это могло бы быть интереснее этот спектакль в этот раз но вообще это очень широкий зритель при том что все таки из-за того что у вас специфический да все таки специфичный театр да это наверное как раз очень неленивый зритель должен быть ну во первых ликвотеатр работает и на сцене тоже то есть мы начинали вот с таких вот спектаклей возникающих на фабрике в парке поле и еще где-то а сейчас какие-то спектакли сразу делаются для сцены поначалу те спектакли с поля переносились во внутреннее пространство или откуда-то из улиц города переезжали в black box но это мне кажется не в этом дело конечно если спектакль играется на улице то это прохожие которые идут мимо и любой из этих прохожих может стать твоим зрителем и вот то о чем рассказывал витали про закрытие да когда город становится твоей декорации это все очень важно и это помогает вообще по-другому видеть то место в котором ты живешь много лет и как-то может быть его даже больше полюбить или заново полюбить или что-то новое в нем увидеть и и и это тоже очень интересно вот это вот взаимосвязи со зрителем который проходит мимо а потом вдруг останавливается ну да но тем более может быть любой человек интересно спасибо виталия у вас как я интересное наблюдение с вашего спектакли илья муромец который уже прошел на площадке новой то спектакль который да в том числе для детей хотя я например его с большим удовольствием посмотрел и мне было очень захватывающе вот и это было интересно как руководители которые привели детей на этот спектакль пытались успокоить детей говоря что хотят и независимый театр но это театр поэтому поэтому за поэтому замолчи данные дети при этом продолжали вопрой на протяжении всего спектакля очень непосредственно как-то реагировать на все происходящее это как раз мне кажется было очень уместно и и это это было очень круто то есть в это еще больше увлекался поэтому вот у вас какой зритель если говорить не не о детях да и и вот опять же ориентируетесь ли вы на этого зрителя или все-таки это такой вот процесс для себя первую очередь ну по поводу детей у нас только в этом году просто волею судеб сложилось так что открывается новое направление детский александра которые мы будем вести абсолютно отдельно от взрослого по ряду причин потому что ну как бы взрослые наши спектакли они ну совсем как бы не предназначены для детей да и когда родители получается ну могут увидеть там название четыре жирных уёбка они могут уже потом не привести своих детей на спектакль илья муромец но тем не менее и опять же еще направление вот это вот стори тейлинг которым да был вот этот спектакль тоже мы его освоили вот буквально за лето нам просто прилетело предложение сделайте шесть спектаклей для фестиваля стори тейлингов и мы как бы за лето просто их чпок чпок ну как-то ну нет ну от души но наклепали да по сути вот и освоили вот это как-то легко но вообще для нас какая-то вот это вот момент импровизации просто он легко дается не знаю в силу чего и вот мы собственно на этом сыграли его сейчас продолжаем играть потому что нам эти спектакли ну как бы полюбились понравились и про и ну ну когда это если говорить про детей а взрослые вот есть три примера взрослых которых ну как бы можно вот привести в качестве вот как какого зрителя я вижу у нашего театра первый пример он встретился нам в первый год нашего существования это вот как раз было на круговой кинопанораме это был охранник ильнур в вот в этом кинотеатре и когда он посмотрел наш спектакль он сказал но он как бы так такой он как сказать ну прям охранник он такой молодой у него очень руки сильные он такой все время насупленный как бы он говорит ну так отвел меня в сторону как бы так по-пацански просто вот мне какую-то уважуху такую выложил там в словесной форме такой ну в которой посчитал нужный вот прям конкретно просто прям ну чуть ли не попротались там прям с ним и второй тоже случай был когда уже на флаконе у нас был какой-то фестиваль то ли короткометражных спектаклей то ли трехэтажный театр шел чувак какой-то на выставку дважды два и случайно завернул к нам и и я ему говорю слушай ну а чё ты дважды два потом посмотришь типа выставка она еще будет а типа вот это у нас только сегодня все тебе понравится говорю приходи а он такой с рыжим каким-то вот таким хайром такой ну такой прям вот ну видно что такой интересный чувак и он в общем зашел и он весь этот фестиваль с нами протусовался и потом как бы тоже как-то он прям слушайте ребят прям вы ну типа вот вы крутые вот это вторая вторая история да вот про нашего зрителя а третья история вообще неожиданная то есть у нас да вот как я сказал уже есть такой спектакль четыре жирных уёбка и как-то у нас 70-летняя бабушка пришла на этот спектакль я не знаю откуда ну то есть название да очевидно то что ну не сальто ну то есть по нашему мнению как бы она не располагать для бабушек но оказывается как бы нет она в конце спектакля этого написала на маленькую такую интеллигентную записочку то что ребят это вы здорово над нами дураками за тысячи рублей поржали она говорит в наше время были другие шутки но какое время такие шутки спасибо вам как бы вот так вот то есть очень разные зрители но тоже хочется сказать что наверное не те кто вот есть такая категория зрителей которые вот как бы вот правильно относятся к театру который вот вот я сходил большой театр я ничего против большого театра не имею но вот там я получил невероятное такое вот наслаждение и как бы вот сидел там у нас какая-то вот такая живая история и вот те люди которым ну как бы нравится живая история которые готовы к этой живой истории они к тому что просто посидеть и эстетически получить удовольствие от осознание того что ты находишься где-то где вот должна находиться интеллигенция вот не знаю как вот сформулировать вот так же вот какие-то богатые люди до все время приходит тоже к нам на спектакль странно со странными названиями и вот непонятно они смеются больше ну как бы даже молодежи там скажем там вот тот же спектакль у нас вчера был два старых пердуна двое самых взрослых людей ну как бы ржали больше всех вот хотя больше всех переживали мы за них потому что это там чьи-то родители пришли как бы ну вот вот как бы поэтому сложно сказать какая у нас публика но вот по этим каким-то опознаванием можно и он нащупывать начинать вот мы это делаем вот так есть вы есть зрителя а еще есть профессиональное сообщество и профессиональное сообщество в общем-то очень по-разному реагирует на то что происходит и в общем-то да в государственных театрах и независимых театрах с одной стороны например в прошлом году 2018 журнал театр выпустил номер география независимости который театр аллехандра не вошел ну как раз об этом сейчас мы поговорим да и внук как раз дал об этом и хочется поговорить сюда о том что вот вышел номер который вроде бы должен был аккумулировать да какие-то неизвестные известные феномены до независимого театра этого не произошло и казалось бы что да вот есть некоторая такая да центральная центральное сообщество которое задает некие тенденции параллельно есть до те кто пытается как-то бороться с некоторой иерархии до в этом сообществе но например вот буквально вчера по моему вышла статья блогера не знаю как назвать его виктора виллесова у нас все вот можно говорить и о виллесове и и журнале театр одновременно я еще да несомненно нужны независимые театры но при этом выступает опять же с критических позиций и вот виталий сегодня решился публично ответить виллесову и мне интересно послушать виталия потому что действительно как это выглядит со стороны именно садо тех людей которые занимаются театром и видите ли вы какие-то может быть свои болевые точки да не только сильные стороны которые несомненно да бы да все оцениваем а именно болевые точки вот то о чем говорит виллесов чем чем грубо говоря независимый театр кроме того что у него нет поддержки от государства отличается от государственного есть ли какие-то вот какая-то попытка именно что-то реформировать к чему-то радикализировать да и так далее или это вообще не в вашей как бы сфере скажем так интересов мысли и так далее вот интересно послушать вас на эту тему я уже говорил что в принципе как сообщество людей которым негде где играть спектакли вот вся эта история не имеет смысла если мы не будем выступать в качестве некой повторюсь экономической организационной и эстетической альтернативе существующей системе тому что называется русским театром вот то в этом союзе нет ни малейшего смысла вот это с основа союз любителей подписывать опрошение к начальству за все хорошее против всего плохого вот очевидно что в принципе вот вот я это сравниваю вот вот с такой отплытием и флау вот вот какая-то какая-то какой-то корыца отплыла из климата или откуда-то она отплыла с какими-то козлами а потом вот он все вот вот такое мелкое событие а потом много всего да то есть понимаете вот вы говорите про иерархию я вот театральный мир воспринимаю вот скорее как преступный вот 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 какая такая идея география под преступного мира вот допустим вот какие-то большие мафиозные боссы сидят там на манхэттене вот и чем-то там таким очень возвышенным занимаются вот вот есть там по нет мы вот до нас я еще не добрался вот вот там в камер дерзком в манхэттену на скандерзском проезде вот там сидят вот большие доны вот и продают много тонн кокаина вот вот чем-то они там очень возвышенным занимается вот вот есть какие-то парни в бруклине попроще вот которые там где-то на малой бронны вот чем-то там проституции вот торгуют проституткой по условно говоря а вот где-то на окраинах бронгса а вот вот какая-то совсем озверелая шпана вот вот она бегает или сшибает и мелочи у испаноговорящих детишек вот вот мы нет она не сотрет вот но просто вот в преступном мире важно не сколько у тебя кокаина а вот вот какой-то гангстер и какая у тебя спина вот и пускай у нас кокаина мало и стволов у нас мало и это самое телок и тачек и прочей хрени у нас мало вот у нас прямая спина вот мы настоящие гангстеры вот и и должны себя вести как настоящие гангстеры и вот собственно поэтому мы собираемся и говорим братва могла выросли из уровня сшибания мелочи по карманам нам надо объединиться и достигнуть уровня ограбления бензозаправки вот виталик ствол принесет я тачку угоню вот воська березе на шухере будет вот вот приблизительно так это и происходит вот и мы говорим вот нет никакой вертикальные вертикальные мафии вот пацаны вы там у себя на манхэттене красавы базара нет и вы против бруклина ничего не предъявляем но вот мы у нас вот мы у себя мы в бронксе вот вот у себя в бронксе мы у себя в бронксе короли вот она и нам нужно это пересечение не надо вот мне по моим ощущениям например виталию надо от амбиции никуда не денешься просто нет понятное дело что хочется чтобы когда-нибудь карнавале конечно но если говорить серьезно то есть люди до которые пишут про театр про независимый театр и своем посте я не сделал как бы ничего кроме как обозначил что вы знаете ну как бы мы тоже независимый театр вот а нет насчет того что наехал виллисов я считаю что он правильно делает на всех наезжает в стадии к в в в в в в в в И, как бы, ну, я, как бы, этот пост написал просто, потому что посчитал необходим, ну, как бы, сказать то, что отчёты, ну, как бы, почему ты про нас не пишешь. Если ты пишешь про независимый театр, ну, напиши про нас. Но он же пишет не про конкретный театр, он падает на независимые театры, которые он считает оборотная сторона, как я понимаю, по крайней мере, да, это то же самое, что государственные театры, только пока без поддержки, но эстетически, да, идейно, как-то, идеологически, это то же самое. Он говорит, что это вот такие же пыльные, да, в общем-то, институции, которые не идут никуда вперёд. Вот, у этого Вити очень хорошо с тезисами, у него фактурой плохо. Он начинает говорить, вот эти независимые театры, ну, вот посмотрите, они же такие же идиоты, как и зависимые. Вот, и, в принципе, тезисы, что вот идиоты, просто вот фактуры, вот, вот, он первое, в принципе, он вполне знает мой номер телефона. Вот, кто ему мешает позвонить и спросить, а что вы собираетесь делать? Вот, вот на фазе подготовки материала он это игнорирует. Потом говорит, почему эти идиоты не пользуются новыми медийными, ещё какими-то фандрайзинговыми и прочими возможностями, которые предоставляет современность. Вот, вот тут у меня уши, вот, становятся дыбом, вот, 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 Витя сейчас расскажет, какие же такие возможности. И тут он с этой темой уходит, потому, и просто заканчивает тезис, потому что они такие же тупые старпёры, как и те. Вот, собственно говоря, в общем, против тезисов ни одного возражения, просто немножко фактуры. Какими фандрайзинговыми и медийными возможностями мы пользуемся, воспользуемся в тот же момент. Вот, никаких принципиальных противопоказаний против пользования какими-то возможностями нет. Понятно, но, а всё-таки по поводу того, куда независимые театры смотрят, в какое будущее смотрят или нет. Просто иногда создаётся ощущение, и это не конкретно про ваш театр, а вообще про в целом ситуацию, что театр как будто бы российский немножко так отстаёт даже не то, что от театра каких-то там европейского, который, понятно, в своё время был, да, в расцвете сейчас уже не в таком, а вот он как будто оглядывается очень сильно, например, на территорию современного искусства, и то, что в современном искусстве происходило там в 50-е, 60-е годы, вдруг оказывается театральным авангардом сейчас, там, в 2019 году. И с одной стороны, мы вроде бы, вот что меня всегда волновало, с одной стороны, вроде бы, да, вот у нас есть своя территория, и, да, у театра, да, например, и мы говорим своим зрителям, он принимает или не принимает это, да, это одна позиция. А вторая позиция, ну, собственно, а почему мы сейчас до сих пор находимся на концептуализме, на минимализме, или наоборот, на предельном каком-то таком, да, синтезировании различных технологий, которые как бы уже, это уже как бы немножко хочется посмотреть вперёд. Вот, вот, вы смотрите вперёд, вам интересно, вы смотрите, у вас есть ли референсы, может быть, какие-то, какие-то, в общем-то, да, явления именно в театре, в современном, которые помогают вам как-то тоже развивать свой театр, или нет? Вот, я отвечу на вопрос. Прежде всего, вот, сейчас, вот, я, непопулярный термин, надоевший своей навязчистями, метамодернизм, вот, как раз метамодернизм, это когда, вот, постмодернизм, когда то, что было, вот, его немножко нужно стесняться и, преодолевая стыд, слегка обстёбывать, вот. Вот, а метамодернизм, это про звериную серьёзность, вот, то есть, в принципе, вот то, что когда-то происходило, это не повод, не повторение, вот, то есть, это подход научного эксперимента, то есть, едино, один раз что-то сделали, это недостаточно, необходимо повторять до получения результата. Это, вот, кроме того, за свою недолгую театральную жизнь я наблюдал эволюцию отношений представителей цеха современного искусства, а вот, вот, к немногочисленному и жидкому, вот, по количеству штуков несопоставимому с авриском, даже с жидким русским с авриском, вот, современного театра. Было сначала бы как-то снисходительно, ну, ребятки, вот, сейчас, вот, реально раздражение, ревность, вот, что меня, в общем-то, очень радует, вот, вплоть до какого-то озлобления, вот, что меня, в общем, радует, мне кажется, что товарищи как-то начинают нервничать, и, то есть, мы не просто заходим на их территорию, мы их территорию, извините, отжимаем, вот, и этот процесс мне нравится. Понятно, спасибо. Никто не хочет ничего добавить? Я хочу, значит, по поводу, ну, вот, в Авгике была такая, типа, как байка, что в Авгике выпуск, ну, вот, режиссеры, которые выпустились, они ничего не ставят, потому что одни очень много смотрели Тарковского, и, как бы, после Тарковского уже все, как бы, уже ставить нельзя, а другие слишком мало смотрели Тарковского, и, как бы, в принципе, просто ничего снять не могут, и, как бы, вот, поэтому никто ничего не снимает. И, если говорить о том, каким я вижу будущее театра и своего театра, и театра как феномена, мы ориентируемся на, как бы, вот, внутреннее ощущение какого-то кайфа, то есть, вот, то, что по кайфу, мы то и делаем. И театр, это, вот, так как это сегодня, здесь и сейчас, то, если по-честному, как бы, каждый раз себе давать, вот, этот, вот, ответ на вопрос, типа, что, что же, блин, цепляет, что же хочется сказать, что, кого хочется увидеть там, то тогда будет, как бы, вот, этот путь, и он будет устремлен в будущее, путь какого-то современного живого театра. Вот так. Спасибо. Ну, да, я тут согласна с Виталием. Мне кажется, что мы работаем так же. Ну, то есть, вот, у нас есть режиссер Дмитрий Мелкин, он занимается новым цирком, и он делает это последовательно, там, используя опыты коллег, делая самостоятельные вещи. Это, как бы, его лейтмотив того, что делает он. Есть Андрей Смирнов, его сейчас интересует музыкальный театр и всё, что связано с аудио, в первую очередь. Но, помимо этого, к этому цепляется ещё очень много всего, и документальное, и художественное, и наши собственные переживания того, что происходит вокруг, и впечатления, и личные встречи. И театр действительно собирает это всё и даёт возможность использовать самые разные методы, жанры, самые разные способы высказывания. И мне кажется, что в этом движении мы все очень сильно выигрываем. И у меня нет ощущения, что мы где-то на задворках, там, что-то плетёмся, повторяем, за кем угодно. Вот ни разу, вот, кстати сказать, в сфере так называемого независимого театра, вот, вот, никакого комплекса вторичности, неполноценности не испытывает. И мы, вот, в принципе, у всех есть программа выхода на западный рынок, вот, потому что, в принципе, других моделей выживания для нас экономически чисто нет. И я смотрю, вот, реакции западного сообщества, западной прессы. Вот, мы абсолютно не аутсайдеры, мы абсолютно не конвенциональны, конвертируемы. Вот, и ни о какой вторичности, вот, мы с мировым театром, вот, с передовыми проявлениями мирового театра, мы ведём диалог абсолютно на разных. Ну, вот, пример с Тарковским, он и был про то, что, как бы, вот, вы сказали, что в Европе вроде как все такие крутые. Да, были. А, ну, были, ну, и да, про повторение. Это уже такая история. Ну, это вот как раз к вопросу о повторении того, кто много смотрит, того, кто мало смотрит. Вот, просто надо делать, как бы. Ну, да. Понятно. Ой, наверное, надо будет уже, да, завершать. Спасибо вам большое. Есть ли какие-то вопросы вдруг у аудитории? Конечно. Какие, что вам нравится, вот, именно ваше личное, вот, ваше действие. Ну, я скажу про зрителя, я совершенно с этим согласна, мне действительно кажется, что зритель давно уже стал и всё больше и больше становится самостоятельным и с довольно чётким запросом и очень критичным и требовательным. Может быть, конечно, разный зритель. И я просто расскажу одну историю, которая меня очень удивила. Я была летом на фестивале уличного театра в Ирияке во Франции в горах. И это маленький город, который на три дня проведения этого фестиваля замирает, и всё подчинено театру. Там 150 площадок, хотя город крохотный, и ты три дня бегаешь вот так вот, простраивая маршруты и накручивая по 30 километров в день, пробегая между площадками. И все люди в этом городе, они все участвуют в просмотре спектаклей. Даже если их сфера деятельности вообще никак не связана с артом. И в заключении этого фестиваля было анонсировано большое мероприятие, режиссёром которого должен был быть режиссёр такого известного театра «Рояль-де-люкс», который работает с огромными марионетками, которые там обслуживают 500 техников для того, чтобы они могли двигаться по городу. И анонс, он был написан так, что было не очень понятно, что это будет, но было известное имя. И на главной площади города собрались люди, и все ожидали чего-то, чего-то. А это был концерт. Я сейчас не вспомню название группы, но он был очень классно сделан с точки зрения света. Там были такие огромные световые лампы, похожие на драконов. Там какое-то было суперосвещение домов, которые окружали эту площадь, на которой находили зрители. И я была абсолютно счастлива. А жительницы этого города, у которой мы жили, и все её родственники, с которыми мы ночью встретившись, стали обсуждать, что они были ужасно разочарованы. И они говорили, ну нам же тут показывали всегда совершенно другое, мы ждём этого. И это зритель, который знает, что это неважно, ты заплатил деньги за это мероприятие или не заплатил. Это уличный театр, туда мог прийти кто угодно. Но уровень требований, он другой. И это очень спокойно, без скандала, с чувством собственного достоинства. Но мы знаем, как это может быть. Мы хотим, чтобы тут летали огромные ангелы, мы хотим, чтобы на нас сверху что-то сыпалось. Мы не хотим концерт, мы хотим другое. И может быть, зритель, даже в Москве, хотя, конечно, Москва супер избалованный город в смысле разного, и ты можешь выбрать, или можешь так и не выбрать, вообще никуда не пойти, потому что невозможно решить, куда лучше сегодня вечером. Мы действительно, но мы видим, что зритель меняется, и он же не хочет, чтобы ему разжевывали. Он готов работать со своим бэкграундом, со своими ассоциациями. И стало очень много как раз такого предложения от театра, которые требуют вот именно такого самостоятельного зрителя. А что касается того, куда я хожу, ну вот мой, наверное, любимый режиссер – это Юрий Бутусов. Ну вот я там, я про него писала свои дипломные работы, и вот до сих пор это те спектакли, на которые мое сердце отзывается больше всего. Ну, то есть я хожу в самые разные театры, экспериментальные, неэкспериментальные, стараюсь, чтобы было еще много музыки, всякого арта. Я сейчас подумаю. Кстати, Юрий Бутусов, скорее всего, к нам в этом году придет тоже в гости. Можно я тоже отвечу по поводу зрителя? Вот вы сказали, зрителю нужно больше иммерсивности, да, там, или, ну, какого-то погружения. Вот цитату прочитал у какого-то режиссера в шапке, он написал цитату своей мамы, а его мама сказала следующее, как бы, вот, какой хорошей профессией ты занимаешься, какое бы ты говно ни сделал, все равно найдется человек, которому это понравилось. Вот, поэтому в плане зрителей, ну, самые разные зрители, в этом смысле, мне кажется, что и театры должны быть самые разные, главное, ну, типа, от души, как бы, вот так. Спасибо. Мне не очень нравится, когда слово зрителю в единственном числе. Вот, зрителей много, они разные, и у них всех разные, видимо, потребности. Ну, вот я, честно говоря, вот мне абсолютно пофиг. Вот Аня меня не спросила, вот, вот почему вот в театре я задержался, потому что мне покойная Лена Гремина сказала одну фразу, в нашем театре вы можете делать все, что хотите. Вот когда тебе в 45 лет говорят фразу, ну, где-то так, вы можете делать все, что хотите, хотя вот все предыдущие 45 лет, вот, говорили, вот, 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 вот я занимаюсь этим, так называемым, театром, чтобы делать, что я хочу, и думать, чего хочет зритель. И если я случайно приду в какой-то театр и почувствую, что авторы хотят, думают обо мне, вот, мне захочется дать им в морду, пускай они думают о своей работе. Я взрослый, вот, дееспособный человек, я о себе сам подумаю. Ты занимайся, каждый должен заниматься своим делом. И тогда, в принципе, я думаю, и не будет никаких пересечений. Каждый должен думать о себе. Зритель должен думать о своих интересах, а актор должен думать о своих интересах. Я думаю, на этом мы завершим. Да, можно. И я думаю, до зрителя вопрос такой. Я, как-то, фара. Вот он спрашивает, не повторится ли история театра ДОК с СНД-83? И вообще, есть ли какой-то план хотя бы на ближайшее будущее? Я так понимаю, он имеет в виду непосредственное закрытие именно на площадке. Я почувствовал себя на собрании акционеров с отчетным. Вот, администрация площадки оперативно решает возникающие проблемы и формирует перспективные планы. На этой общей ноте, я думаю, мы заканчиваем. Все, всем спасибо, друзья.